Выпуск начнул с итогов работы за 2022 год контрольно-счётной палаты. 1 марта прошло очередное 22 заседание Законодательного собрания Тверской области. В повестке дня было 13 вопросов о принятых решениях в следующем материале выпуска. Депутатам представили отчёт об итогах деятельности регионально-контрольно-счётной палаты за 2022 год. Мероприятия проводились в областях здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, в отраслях сельское хозяйство, дорожное хозяйство и в сфере туристической индустрии. Как отметила, представляя отчёт председатель контрольно-счётной палаты Тверской области Татьяна Ипатова, в 2022 году проведено 88 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проверен 301 объект. Выявлено 873 нарушения. Исполнение требований контрольно-счётной палаты устранено 68% нарушений или 14,4 миллиарда рублей, возвращено в бюджет 1,98 миллиона рублей, предупреждено рисков нецелевого использования средств на 113 миллионов рублей, предотвращены риски утраты имущества на сумму более 600 миллионов рублей. Также принято изменение в региональный закон о молодёжной политике Тверской области. Необходимость изменений связана с приведением регионального закона в соответствии с федеральным. В частности, предусматривается, что при внесении молодёжной или детской организации в региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, среди прочих сведений об организации будет также включаться регистрационный номер в фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Поправки позволят финансировать молодёжные организации из бюджета Тверской области на их деятельность, в том числе на мероприятие патриотической направленности. В бюджет Тверской области на текущий год средства на это заложены. Кроме того, принят ряд постановлений о поддержке федеральных инициатив, внесённых в Государственную Думу. Например, парламентарии поддержали внесение изменений в федеральные законы о введении в действие земельного кодекса Российской Федерации и о содействии развитию жилищного строительства с целью дополнительной поддержки граждан, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Законопроектам предлагается расширить перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами. Принятие законопроекта позволит усилить меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями лиц, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей.